Что почитать по анал-этической философии? О, давайте. Я бы две догмы эмпиризма советовал сразу. Ядерный стропон, 300 рублей. Маргинал, привет, по твоему совету прочитал Фрегия, о смысле и значении. Аэро, язык, истина и логика. Нормально. Что почитать по аналитической философии дальше? Ну, смотря по какой, понимаешь, аналитическая философия вообще очень разная. В принципе, в 21 веке любая философия, которая написана так, что понятна, она, блядь, аналитическая. Ну, значит, моя философия тоже аналитическая, неожиданная. То есть, если там есть аргументативная форма, да, то есть, вот, блядь, эти, как премиссы и вывод. А, ну, блядь, у меня аналитическая философия неожиданно, блядь, я-то думал. Я, оказывается, аналитический философ, ребят, кстати. Респект мне. Вот это я понимаю. То это аналитическая философия, короче. Ну, я, кстати, тоже утверждаю принципиальную невозможность сфальсифицируемости, видимо, поэтому мне Квайн понравился в свое время. Ну, не исключено, но я его очень плохо. В смысле, я уже плохо помню. Но Квайна я бы советовал. Две догмы эмпиризма, нормальный текст. Поэтому почти что угодно. Хуй с Квайн аналитический философ. То есть, я, ну, я не знаю. Те надо как более конкретную тему обозначить вот в своих интересах, иначе присоветовать реально нечего. Там просто слишком много всего. Прочитаем ли я, не знаю, две догмы эмпиризма Квайна. Нормально. Она цитируемая очень. Но, в принципе, для того, чтобы изучить истоки аналитической философии, для того, чтобы изучить истоки аналитической философии, надо брать сразу быка за рога. Начинаем с Фреги автоматически. Его основную статью захватываем. Про смысл и значение, безусловно, правильно. Это было прочитано человеком. Потом начинаем читать Мура и Рассела. Некоторые их тексты самые популярные, самые читаемые. Ну, в принципе, математику не знаю, стоит ли за нее браться обывателю или не стоит. Но вот многие другие тексты Рассела, особенно переведенные на русский язык, но не самые популярные, ввиду того, что они переведены. Их можно прочитать. Соответственно, потом читаем Витгенштейна. Всего хорошо пойдет. Потом Венский кружок почитываем. Из Венского кружка захватываем какого-нибудь Карнапа. У него есть переводы. Хотя, насколько я помню, не все переводы относятся к основным каким-то мыслям Карнапа. То есть, там вы можете наткнуться на какие-нибудь вторичные тексты, переведенные, как ни странно, но я хз. Карнапа желательно можно очень короче почитать. Почему бы, собственно, и нет. Захватываем немножко Венский кружок. Узнаем про Венский кружок. Кстати, что у меня есть у самого в библиотеке по аналитической философии? Чтобы прям уж, знаете, совсем основательно подойти к данной теме. А не с кондачка сейчас накидывать. Европа, современность, германефтика, аналитическая философия. Так. Квайн. Вещи и их место в теориях, кстати, есть. Квайн. Антологическая относительность. Ну, например, Квайн. Слово и объект. У меня такие тексты есть. Карнапа Шлика. Можно почитать. Вот у Шлика есть вопросы этики. Не знаю, насколько это вам нужно. Вопросы этики с этикой. Интересуетесь. Карнап Преодоление Метафизики. Вот хороший текст. Я его читал. Ну, в смысле, хороший. Он тупой, но он хороший, в смысле, основной текст. И Карнап Эмпиризм, Семантика и Онтология. Также Карнап Значение и Необходимость. Вот эти тексты будут основными, наверное, у Карнапа. Отто Нитрата можно тоже почитать из Ленского кружка. Почему бы и нет. Львовско-Варшавскую школу затрагивать не будем. Чё она тут вообще это? Так, 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 так. Мур Принципы Этики можно захватить. Кстати, у меня тут не очень много. Тарского можно захватить, кстати, для того, чтобы основу понять. Тарские. Ведение в логику и методологию. Тарские понятия истины, например. Я бы что-нибудь вроде такого посоветовал. Я реально набирал основные тексты. Но если очень хотите, можно Остина почитать. Текст называется Истина, что ли? Прям так и называется, серьёзно. Истина. Что есть истина? Насмешливо спрашивал. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это про его теорию, что ли? Вот это вот дескриптивные, демонстративные. Ну, можно и Остина почитать, вот истина, если хотите. Можно читать. Ну, вот у вас будет базис для того, чтобы понимать, какой аналитическая философия была исторически. А то, что Маргинал сказал, ну, вот, во-первых, спорно, что сейчас всякая философия является аналитической. Ну, это просто спорно. С этим можно поспорить, потому что хуй знает, что такое аналитическая философия, особенно в условиях настоящего. Просто, блядь, там много, широкое очень поприще. Есть, блядь, аналитический марксизм, нахуй. Есть, блядь, аналитическая эстетика. Есть, там, я не знаю. Вот насколько аналитический марксизм может являться аналитическим, интересно. Вот, в принципе, пресс-угнетатель. Друзья, заказываем видео, пожалуйста, это последнее видео, в очереди покажем. Аналитическая еще какая-нибудь хуйня, то есть, там, типа, чего угодно может быть аналитической философии. Гегельянство бывает аналитическое. Да, только проблема заключается в том, что диалектика сама по себе, она выше в данном случае логики, и логика это, скорее, один из главных принципов аналитической философии, ну, наверное. Аналитическая. Католическая теология бывает аналитическая, как бы. Вообще, чего угодно. Вообще, чего угодно. Ну, именно поэтому термин аналитическая философия вообще смысла не имеет. Ну, если почти любая философия аналитическая, одновременно, мгновенно, да, то это бессмысленное разделение. Если мы под аналитической философией понимаем конкретную мыслительную традицию, которая развивалась там, ну, либо с Фрёги, либо после Фрёги на его основании, захватила с собой Мура и Рассела и захватила несколько тем, то у нас, в общем, получается довольно узкий круг того, что мы называем аналитической философией. Можно расширять? Ну, вот видите, маргинал расширил до максимума и сказал, что вся философия, в сущности, аналитическая философия, с одной стороны. Ну, это он в других текстах, в своих выступлениях говорил. Ну, и сейчас он, в принципе, сказал, что любая понятная философия, аналитическая философия. И, в принципе, у него там ещё потом будет тезис, что именно всякая понятная философия и есть, собственно, философия, а всё остальное просто многословие, там, балабольство, всё что угодно. Ну, бывают и такие, бывают и такие позиции у людей. Наверняка где-нибудь есть аналитический буддизм, блядь, аналитический дистанциализм. Кантианство аналитического вообще до жопы, блядь. Тайлер Бёрдж, например, это вообще, ну, аналитическое кантианство, это очевидно даже, я бы так сказал. Ну, вот, а аналитическое кантианство может быть. На фоне того, что есть. По аналитической эстетике, этот, как его звать, который про Ницше писал? Каждый второй. Данто, фамилия, не помню, как его звали. Артур, пом-пам-пам, Артур Данто. Аналитическая эстетика. Ну, вообще, по аналитической эстетике очень много написано тоже. Просто в Википедии, посмотри, серьезно. Много, очень много, блядь. То есть, ну, типа, понимаете, в чем дело? Вы просто, видимо, думаете, что аналитическая философия – это какая-то школа мысли. Это не школа мысли. Не, ну, даже в представлениях, как бы, историков, когда мы читаем какие-нибудь учебники, это не школа мысли никогда. Да, ну, в любом случае, в любом случае у нее границы разные обыкновенно. Ну, поскольку аналитической философии нет как таковой, это описательный концепт. Описательный концепт, соответственно. И ввиду этого, и ввиду этого, нам необходимо просто, не знаю, понимать, что у аналитической философии есть несколько разных определений. Все. Аналитическая философия – это, блядь, тупо, вот академическая философия на большей части света так выглядит. Ну, нет, по большей части света люди на философских факультетах, академики не занимаются, в принципе, чем-то даже похожим на рассуждение, они по большей части занимаются историей философии. Или чем-то похожим на историю философии. Ее вообще, в принципе, принято называть аналитической, только как бы с позиции всяких хуэсосов, которые анонируют либо на Жака Дориду, блядь, либо там на Ленина, нахуй, и все. То есть, вот есть полтора лагеря, значит, полтора лагеря маргиналов, которые угорают либо там по исламской философии, да, там, по традиционализму Генона, там, я не знаю, либо по какой-то нацистской, фашистской хуйне, либо по, блядь, диалитическому материализму. Обосранные маргиналы, ужас какие. Я вообще считаю, что всякий маргинал хуэсос автоматическим. Либо по французскому постструктурализму, и вот эти ребята, они как бы называют мейнстримную философию аналитической. Да, но мейнстримной она стала не так давно, как ни странно. Ну и вообще вопрос, вопрос можно задать к людям, можно задать, в общем, людям, которые разделение проводят неожиданно. Потому что многое, как маргинал сейчас замечает, зависит от определения. Зависит от определения. Когда-то мы считали, что аналитическая философия это вполне так определенное движение. Ну, не школа, опять же, мысли, потому что мысли там были достаточно разные, но вполне определенное направление такое, так скажем. Не школа, не одно учение, а некая совокупность учений, которая, в принципе, работала в рамках определенных принципов. Не выходя за определенные методологические, стилистические принципы. Я не знаю, Владислав, когда будут донаты, тогда и будут лекции. Ну, на самом деле, это примерно как, когда, блядь, сторонники австрийской школы или марксизма или еще что-нибудь в этом роде дискутируют с, блядь, экономическим мейнстримом или, блядь, классической экономикой. Блин, у маргинала обои сливаются с обоями Рудова. Ну, ёпта, классическая экономика, она была в классический нахуй период. Тогда же, когда классическая музыка, она была примерно. То же самое с аналитической философией. Аналитическая философия, как вот какая-то школа мысли, она была, блядь, ну вот в начале 20 века. И она была реакцией на британский идеализм, британское гегельянство. Что такое британский идеализм, никто в душе не ебет, потому что эта школа мысли, она, ну, не очень вошла в аналы истории. Есть такое, но вот у нас есть Мур, который с ней спорил. А аналитическая философия, она вошла и выродилась в итоге. Теперь аналитическая философия, это просто любая хуйня, как... Стоп. Если определение аналитической философии поменялось, то тогда этим словом обозначаются два разных явления. Опять же, если определение философии поменялось за время вообще в принципе, то тогда это два разных явления. Шадов, когда будешь уже разбирать рецензируемые статьи Маргинала и Васила, так у них нет статей. Которая написана в аргументативной форме, а не так, как у, блядь, Бодрияра на хуй. То есть, если ты пишешь... Ну, Бодрияра есть что-то вроде доводов. Пишешь не как, блядь, Жак Дорида, то есть там и не как, блядь... Я не пишу как Бодрияра, я не пишу как Жак Дорида, значит, я аналитический философ. Значит, у меня аналитический скептицизм неожиданно, абсолютно, абсолютный аналитический скептицизм. Риногенон, да, то есть, если... Я не пишу как Риногенон, я не пишу метафорами, Я пишу довольно четко, довольно стройно. Я выкидываю тезис, а после тезиса, в общем, наблюдаются определенные доводы к нему, которые этот тезис поддерживают. Ну, видимо, я аналитический философ. Вот твой философский текст, он не состоит из какой-то пафосной дрезни, блядь, налепленной просто так. То ты аналитический философ, как бы все. Окей. Даже если ты при... Тебе заказывали видео «Слабое место математики»? Вроде нет, угнетатель. Закажите, пожалуйста, очень хотелось бы посмотреть. Сегодня вообще все, что угодно, очень хотелось бы посмотреть, потому что что-то по донатам мы отстаем. В этом, блядь, нахуй марксист. То есть, ну, тут такой момент есть еще. Рудольф Карнап, например, был коммунистом. То есть, часто... ...противопоставляют вот такую ригидную, позитивистскую философию. И вот, значит, который... Вообще плохо. Вообще плохо, кем он был там, коммунистом, хуистом. Ну, нормально, да. Вполне возможно. Блядь, по всей видимости, правая. И вот этих вот вялых французских коммуняк-постструктуралистов. Ну, проблема в том, что это не работает. Потому что, в общем-то, начало аналитической философии, оно политически было тоже очень левое. То есть, Рассел был социал-демократ, по сути дела. Да, и он комплементарно к коммунизму отчасти относился, Рассел. И вровражку даже гонял. И вообще... И вообще Рассел интереснее. Ну, Витгенштейн был так... Ну, вот пишут, Витгенштейн был левак. Ну, не такой левак был. Карнап был коммунист. Но он был коммунист не марксистского толка. То есть, он был примитивный, короче, коммунист. Вот. Вот. Аналитический. Аналитическая философия, это типа... Ну, философия и есть, по сути дела. А, ну всё. Ну, типа и есть философия. А хули вы думали? Вот что бывает, когда у вас не строгие определения? Ну, знаете, как бы, вот философия, это когда вы философствуете. Ну, в общем, философия, это, собственно, и есть философия, в общем. Ну, вы понимаете, да? Мейнстримная. То есть, ну, это как... Философия же. Аналитическая философия. Деньги не плати, мне деньги. Деньги мне плати, деньги мне плати. Деньги, деньги мне... Блять, очень странно, что эта хуйня продержалась деньгами. Мне плати столько лет. Мне плати, мне деньги. Деньги мне плати. Деньги мне плати. Деньги мне плати. Мне деньги. А сейчас танцуем. А сейчас танцуем. Где-то. А сейчас танцы. Продолжение следует...